Ваши соперники, что сегодня украли? У них праздник и вы, так скажем, главный форекс? Ну, мы на самом деле, ну, праздник, да, очень сумасшедшая атмосфера, так скажем. Все замечательно, нам большой эзотаж вокруг Динамо, 100 лет все-таки, мы поздравляем их, конечно, но сегодня победа наша. Хорошо вы так поздравили. Старались. Ну, что-нибудь, может быть, подарили? Два гола. Ну, а что там материальное? Все-таки вы лишили праздника, лишили премиальных футболистов, вам не стыдно? Нет, нам не стыдно, нам нужнее. Вы почувствовали, что сегодня Динамо в какой-то момент просто сломалось? Нет, я не почувствовал, на самом деле, они все 90 минут выдавили, мы терпели, выстояли, как сказать. Мы ждали свой момент, вы выдержали в контратаку, первый гол забили, соответственно, такая установка и была. Второй также забили. Тот момент, когда отменили гол Динамо, что там было и как свои голы пополитировать? Ну, я считаю то, что судья правильно рассудил этот момент, Калинин выбивал, Захарян ему попал в ногу и, соответственно, я был сзади, я видел то, что это пол. А свои моменты, ну, с помощью партнеров, соответственно, удалось забить. Вас как-то, конечно, по делу мотивировало то, что было от фаза в предыдущем туре? Когда Химки выиграли, вы проиграли, вы почувствовали, что так дышит спину? Ну, на самом деле, да, в принципе, каждый матч для нас важен, я опять же говорю и говорил уже до этого, то, что каждый матч для нас, как финал, мы хотим сохраниться в премьер-лиге, это очень важно для нас. Поэтому настрой нам не нужен, будь это Динамо, будь это Химки или Ростов, без разницы, мы на каждую игру выходим и стараемся побеждать. Вы вообще психологически отреагировали на такую победу, потому что только вторая победа РПЛ. Третья. Локомотив, Сочи, Динамо. Ну, конечно, приятно, спокойно отреагировали, потому что мы еще не остались в премьер-лиге. Соответственно, еще большая работа впереди, и нужно работать. Один день празднуем, соответственно, дальше готовимся к Ростову. По поводу Ильи Свинова, в конце очень хорошо подтащил, как-то? Илья Свинов? Да. Ну, нас вручает периодически, огромное ему спасибо, молодец, помог команде. Он сказал, что у него амбиции стать лучшим в РТВ России. Как вам кажется, это может? Ну, конечно, почему нет? Он прогрессирует, работает, старается, доказывает. Вы сегодня все видели. Ну, как вы оцените сегодня судейство? Прямо удивительно. Отменили гол хозяев и поставили пенальтем от хозяев. Такое в матчах факела не часто бывает. Мы слышали речь о речи знаменательной исторической вашего гендиректора на общем собрании, да? То есть что-то изменилось сегодня? Да я не могу ничего говорить. Я же говорю, то этот момент, который он рассудил правильно, как я считаю. Соответственно, все моменты какие-то маленькие. Может, он где-то не свистнул, но это не критично, это футбол. Мы видели, как вас провожают на матче в Воронеже. Было ли что-то в Москве особенное? В плане? Потому что у вас, ну, я не знаю, как болели, как, может быть, вас на матч провожали. Вы же или прямо на стадион приехали? Ну, как, нас всегда провожают. Соответственно, наши болельщики приезжают, они провожают, они вместе с нами. Да. Они за нас болеют, это самые лучшие болельщики. Как видите, то, что на каждом домашнем матче у нас по 10 тысяч, да? Сейчас это редкость, наверное. Соответственно, мы им благодарны за такую поддержку. Вы чувствуете, что, ну, как бы, есть любимая команда в каждом городе. Но Факин становится такой второй командой, которая симпатизирует со стороны, именно из-за ваших болельщиков, из-за атмосферы, в которой у вас на стадионе. Да, это заметно, это видно. То, что наши болельщики делают огромную работу, в первую очередь, для нас, для футболистов. Они поддерживают нас. И, мне кажется, на всю Россию заявили о себе. Поэтому я симпатизирую. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!